Приветствую! За последнюю неделю топовым вопросом, с которым обращались ко мне люди, это был вопрос блокировки банковских карт. Банки начали просто массово блокировать банковские карты. Конечно же, конечно же, мы с вами представляли все это как? Мы представляли, что в связи с тем, что в стране военное положение, что в стране идут боевые действия, в связи с тем, что многие люди выехали из своих городов, потеряли доход, не проживают у себя дома. Нас освободят от уплаты коммунальных услуг, нас освободят от уплаты процентов по кредитам, еще чего-то. И, конечно же, мы надеялись, что в это время не будет принудительного взыскания долгов. Но, как мы с вами знаем, реальность у нас немножечко другая. Нас настолько любят, что, конечно же, говорят, вы сильные ребята, уважуха, вы справитесь, будем с вас взыскивать все. И на сегодняшний день те люди, у которых есть долги за коммуналку, получают иски, получают судовые наказы и получают аресты на свои счета. Единственное, что на сегодняшний день сделали хорошее, это то, что ограничили, вернее оставили некую несгораемую сумму, сумму, которую нельзя блокировать на счету, которая равна двум минимальным зарплатам. То есть на сегодняшний день это 13 400 гривен. То есть в рамках этой суммы ваши средства не должны быть затронуты. А вот все, что больше этой суммы, может быть арестовано и, соответственно, перечислено с вашего счета на счет той организации, которой вы должны. Ну и, как правило, это организации какие? Те организации, которые поставляют нам коммунальные услуги и кредитные банковские организации. То есть если вы брали кредит в МФО, то сейчас они в принципе могут обратиться в том числе и к приватным исполнителям. Естественно, нужно понимать, что несмотря на то, что военное положение, можно идти в суд, взыскивать в судебном порядке это все, исполнительная служба наложит арест и все счета будут арестованы. И деньги на этих счетах, соответственно, тоже будут арестованы. Но 13 400 должны оставить. Что в этой ситуации делать? Ну, глобально мы ничего уже поделать не можем. Почему? Да потому, что приняли такой закон. Если раньше мы с вами говорили, что можно было там снимать арест из банковских карт, на которые человек получает зарплату, то на сегодняшний день 13 400. И не важно, что ты получаешь зарплату, какая нам разница в конце концов. Это все плохо. Это все плохо. Это, к сожалению, показатель того, что государство, ну вот не знаю, не входит до конца в положение своих граждан. Да, можно сказать плюс, что хотя бы освободили от уплаты штрафов, пени, неустойки, да, в связи с военным положением. Но при этом мы же видим массовые ситуации, где люди вообще не проживали, где выехали, где территория была оккупирована, дома разбиты. Они получают за эти разбитые дома долги по коммуналке и получают блокировки своих счетов. И это же не счета с миллионами. Мы же понимаем, что речь идет о простых людях, о людях, которые получают зарплату. И, извините меня, оставив 13 400, вот на что вы рассчитывали? Вы прям такой жест, блин, доброй воли сделали, прям помогли. А вы видели, сколько сейчас стоит аренда жилья? Если человек выехал из своего города, если в его городе ведутся боевые действия, да ему этих денег еле-еле пусть хватит на аренду жилья. А жить ему за что? И, к сожалению, ничего мы поделать не можем. Единственное, что можно сделать, это для тех людей, которые являются фопами, вот там чуть-чуть можно помочь. Помочь в каком смысле? Помимо вот этой суммы в 13 400 гривен, не блокируются еще и суммы, которые необходимы для расчетов с государством, для выплаты налогов, например. Соответственно, если вы фоп и вам заблокировали счет, то, соответственно, вы можете один из счетов, один, если у вас много... О, классно, сирена, да, ну не буду удалять. В конце концов, такая сейчас жизнь, да, сирена неотъемлемая часть нашей жизни и будет частью моего видео. Так вот, если вы фоп, если у вас есть несколько счетов, вы можете выбрать один счет, который вы будете в дальнейшем использовать как счет для проведения расчетов с государством. Вы пишете заявление исполнителю, неважно, это госисполнитель, либо это частный исполнитель. Вы можете по почте ему отправить заявление, либо электронной почтой оформив, подписав это заявление электронной цифровой подписью и сообщить, что вот этот счет вы планируете использовать для расчетов с государством и просите не блокировать в рамках определенной суммы. И лучше заранее, ну, примерно указать, какую сумму вы будете тратить с него в качестве расчетов с государством. Ну и, соответственно, вы должны эти деньги тратить именно по этому целевому назначению. Иначе, если будут другие расходы, счет заблокируют опять и снизят до вот этой суммы в 13 400 гривен. Друзья, всем остальным, к сожалению, вот здесь, ну, глобально, глобально я, наверное, расстроен, разочарован, что мы глобально помочь не можем. Почему? Потому что приняли новый закон, внесли изменения в текущее законодательство и все, вот можно блокировать на такую сумму. Ну, вернее, оставлять только вот эти 13 400. Показатель любви государства, показатель поддержки со стороны государства, вот он такой. Я не знаю, может кому-то покажется, что все-таки это действительно поддержка, да? Ну, в конце концов, от штрафов освободили, от неустойки освободили, от пени вроде как освободили, да? То есть ты должен там покрывать чистые долги. Но опять же, что значит чистые долги, да? Вот коммунальщики, например, они ж хитрые, они что делают? Они привлекают адвокатские объединения. Адвокатские объединения выставляют еще вдобавок, что свои услуги. И в итоге человек с долга, например, там в 2000 гривен может попасть на, легко на 5000 гривен. Почему? Потому что там влепят судовый сбир еще к этому долгу, влепят еще, соответственно, адвокатские услуги того объединения, с которым заключен договор у коммунальщиков. Ну, своих же юристов у них нет в штате, да? Как мы понимаем. Поэтому они вот так, как бы за счет нас еще и живут, получается. Далее. Еще же будет исполнительный сбор, да? За то, что с вас принудительно взыскивают эти деньги. И, соответственно, там из 2000-5000 может набежать сумма аж бегом. Друзья, в этом случае, да, что можно сделать? Если не прошли сроки, в принципе, если мы говорим о взыскании коммунальных долгов, да, да и будь каких долгов, если вы видите, что в отношении вас пошло производство, то здесь вот чем можно помочь, да? Ну, это касается прежде всего тех случаев, где большие суммы идут, да, то там, в принципе, можно пробовать блокировать это, обжаловать это, идти в суд и обжаловать сами решения суда. Потому что очень часто человек узнает о том, что он должен уже тогда, когда есть исполнительное производство. То есть его даже надлежащим способом не уведомили о том, что он должен. И вот если так произошло у вас, то, в принципе, в этой ситуации можно еще вам помочь, да? Здесь можно обжаловать то решение суда, на основании которого появилось исполнительное производство. Вот такая ситуация, не очень хорошая, но, тем не менее, она еще не безвыходная, да? Ну, не для всех, по меньшей мере, не безвыходная. Друзья, на этом все. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.